У него провели медиану, медиану это означает вот эти адрески равны. Ее поделили в фалам, это значит вот эти адрески равны. И провели вот такую прямую. Получили, естественно, какие-то точки. А, А штрих, Б, Б штрих и здесь точка С. Задача. Если вот это будет точка пересечения П, скажите, пожалуйста, АП разделить на Б, А штрих, это какая величина. И, наверное, самое понятное в этой задаче, это при помощи дополнительных построений, при помощи проецирования. А именно, господа, смотрите, если вас интересует отношение отрезков А, П и Б, А штрих, то ведь совершенно понятно, что надо напрямую А, Б, А штрих. Вопрос. А вдоль какой прямой разумно выполнять проекцию? Есть ли какой-то способ спроецировать, чтобы все стало хорошо? А, Б, К, Б, А штрих. Какую рассмотрим проекцию, чтобы все получилось? Ну, например, относительно прямой... Мы спроецируем картинку на прямую А, А штрих, относительно прямой Б, С. На прямую А, А штрих, относительно прямой Б, С. Ну, пожалуйста, сделай рисунок такой же, только не вот здесь рядом. Для того, чтобы наш исходный рисунок, вдруг ты его попортишь, да, итак, у нас есть треугольник. Ставим буквы А, Б, да, С. Проводим медиану Б, Б штрих, делим ее пополам. Проводим вот эту вот прямую. Так, и мы сейчас хотим на прямую А, А штрих проецировать... Как ты сказал? Вдоль чего? Вдоль прямой Б, С. Вдоль прямой Б, С. Проведем через точку Б штрих прямую параллельно Б, С. Проводи. Так. Ну, наверное, надо показать, где точка П. Да. И где вот это вот пересечение, его тоже надо обозначить как-нибудь. З. Отлично. А вот теперь начинается самое интересное. Что мы знаем об отрезках А, З, З, П и П, А штрих? Поскольку отрезки П, П и П, Б штрих равны, отрезки З, П и П, А штрих тоже равны. Так, господа, это все понимают? Коля, если можно, заштрихуй вот эти два конкурентных треугольника. Вот такой и такой. У них же противоположные стороны З, Б штрих и Б, А штрих параллельны. Правильно? Ну, то есть признак по стороне и двум прилегающим углам. Правильно? Б, П равно П, Б штрих. Ну и там углы. Все понимают? Вертикальный угол. Да, все, это понятно. Если можно, запиши прямо. З, П равно Б штрих. Так. Так, аналогично. А, Б штрих равно Б, Б штрих С. Поэтому А, З равны, З, А штрих. Просто потому что Б штрих С, Б штрих С, Б штрих С, С средней линии треугольника А, З, А штрих С. Держись, совпадай. Просто это средняя линия. З, Б штрих – это средняя линия треугольника А, А штрих С. Отлично. Пишем А, З равно З, А штрих. Так. А теперь, господа, вам понятно, значит, как соотносятся эти длины? Как два к одному к одному. Правильно? Все, пишем ответ. А, П, К, П, А штрих. К П, А штрих, так, 3 к тому. Да, туда пишем. Место вопросительного знака 3. Замечательно. Ждем, когда кто-то из уважаемых школьников аналогичным способом ответить на второй вопрос. Там нет такого отрезка Б штрих. А, есть. Б штрих? Да, нет. Б штрих А штрих. Б штрих? Б штрих. Б штрих есть. Б штрих А. Точки есть, а отрезка нет, как-то так не бывает. Точки есть. У нас и Б есть, и А штрих, и все хорошо. Вот если бы они не лежали на одной прямой, то вы могли бы возмущаться. Потому что, действительно, отношения отрезков чаще всего можно только тогда, когда они параллельны. То есть, если бы они были не параллельны, то, действительно, задача будет быть нельзя решить. Но в этой задаче отрезок Б штрих лежит на той же прямой, где отрезок А штрих С. Коля провел параллельную, и у него все получилось. А вы сейчас хотите там? Другую параллельную. Ну, скажи, там еще легче. Давайте, давайте. А вы какую параллельную? Б штрих А штрих. Что? Б штрих А штрих. Б штрих? А штрих. А в чем же ее параллельность? Почему она параллельна? Огрешку АВ. Вся идея была спроецировать на прямую АА штрих вдоль прямой БЦ. Ну, а это не было параллельно отгрешку АВ. Вы сейчас проведете что? Параллельно отгрешку. Параллельно чему? Б А. А С А штриху уже провести. Что, что? С А штрих. А параллельно прямой С А штрих через точку Б и О Б штрих. Смотрите, вы какое отношение хотите считать? С А штриха, Б А штрих. Разумеется. Вам нужна еще какая-то точка на отрезке БЦ. У вас роль экрана выполняет именно прямая БЦ. Вы проекцию должны выполнить на эту прямую. С А штриха А штриха С. Отметить середину отрезка А штриха С. Вообще-то да. А почему именно середину? Потому что она будет параллельно А. Параллельно отрезку А А штриха С. Да, да, да. Все уже запомнили эти буквы. Это понятно. Да. Не, а сначала медиана. Сначала надо провести медиану БВ штрих. У нее взять середину. Порядок построения не важно. У нее взять середину, да. Середину. Чуть выше она, чем у нас, точка. Да. И провести после этого вот так. Да. И дальше вы абсолютно правильно сказали. Что мы будем делать? Надо отметить... О, вот это вот. Нет, не надо что отметить. Надо провести параллельно его А А штриха. Вот так. Да. А вот это будет... А вот это будет... Средняя линия треугольника получится. Средняя линия вот этого треугольника. Да. Треугольника А А штриха С. Да. Можно сказать, что вот эти стороны равны. Да, конечно. Они равны, потому что средняя линия. Да. Да. И еще. Есть еще одна средняя линия. Да. Отрезок П А штриха. Это средняя линия в треугольнике Б А А штриха. И вот эта точка, которая будет. Середина отрезка А штриха С. В этом треугольнике. Три из тучки. Да. Ну, а раз это средняя линия, значит и этот отрезок равны. Да. Значит, есть три отрезка равны. Да. А значит, это три как ну. Ой, два. Два. Пишите. Вместо вопросительного знака пишите число два. Очень хорошо. Ну, господа, первым способом мы задачу решили. Я обещал три способа. И давайте второй способ будет чуть более трудодемкий, чем первый. Называется метод площадей. Зато третий способ будет совсем быстрый. Метод площадей – это вот что, господа. Мы разорвем всю картинку на кусочек и попытаемся найти отношение площадей к кусочке. Так, начну я вот с чего. Господа, вот если я смотрю на вот этот кусок, вот скажем, у меня площадь С. Вот этот кусочек, это пусть будет Си. Скажите, пожалуйста, в таком случае помните ли вы теорему о том, как делить площадь треугольника и медиан? Или не помню? Я про нее вообще не помню. Треугольник делит, ну, медиан делит треугольник так, что на ту сторону, куда падает медиана, эта сторона делится надвину. Это сторона делится надвину. А площадями что ли? Вот если у вас здесь есть отрезки, то эти площади, они как? Они равны. Почему? Потому что у них есть две общие стороны. И что? Если у треугольников есть две общие стороны, то общие не всегда площади равны. Да. Здесь у нас есть медиана, и здесь тоже медиана. Значит, вот эта площадь, это С плюс Си. Дальше. Вот здесь вот медиана, значит, эта площадь такая же, она тоже С плюс Си. Правда, непонятно, что нам делать после этого, потому что вообще-то нам хотелось бы для решения задать, знать еще, собственно, как относятся С и Си. Но так, то, что я сейчас нарисовал, это уже вполне интересная вещь, это вполне интересная вещь, хотя не стоп, если я знаю, что медиана, то, ребята, то это же здесь тоже медиана, видите? Значит, эта площадь, она какая? Она равна вот этой? Правильно? Нет. Это тоже С плюс Си. Смотрите. С плюс Си, С плюс Си, С плюс Си, С плюс Си. С Си. С Си. Здорово. Здорово. Правда, все равно непонятно, как относится С Си. Иисус Васильевич, можно написать, что С плюс Си относится к С, так же, как 2С плюс 2С относится к Си. Почему? Потому что их отношение, это отношение отрезков. АП к ПА. Здорово. У нас здесь есть вот такой вот отрезок, и здесь такой отрезок. Правильно? Да. С одной стороны С и вот это, а с другой стороны действительно Сигма и вот это. Решу. С относится к С плюс Сигма. Сигма относится к 2С плюс 2С. Так можно написать, потому что площадь треугольника это половина произведения, стороны высоты сокращаются, одна вторая тоже сокращается. Давайте, я сейчас пишу в качестве отдельной лимбы. Это идианы, верно. И прошу, хочешь. Вот если у нас есть треугольные совершенно точки, то отношение площади треугольника АВД к площади треугольника ВСД это то же самое, что отношение отрезков АВ и ВС. Вот это действительно очень важная вещь. Давайте сделаем так. Сначала я все-таки дорешаю задачу, считая, что это есть, а потом обсудим эту лимбу. Так, господа, итак, все поняли, что по этой лиме вот эти площади равны, да? Потому что вот эти отрезки равны, значит их отношение единицы, значит отношение их площадей тоже единицы. И мы несколько раз это применим, да? Здесь вот у нас медиан, медиан, медиан. Так, теперь надо любоваться вот на это. Интересно, как из этого вообще что-нибудь получить? Ну, я думаю, проще всего это переписать, ну как, наверное, переписать, тем вести неизвестным, да? Посмотрите, Сигма это будет Х умножить на С. И тогда от двух Сигмы мы освободимся, а отношение Сигма и С это будет как раз наш группы Х. Отлично. Тогда переписываем, значит, С делить на С плюс Х С это Х С делить на 2 С плюс 2 Х С. Везде здесь на С все сокращаем, получаем уравнение. 1 делить на 1 плюс Х это Х делить на 2 плюс 2 Х. Перемножать так, перемножать так, получается 2 плюс 2 Х это Х плюс Х квадрат. Вот, еще решать надо. А, ну это известно. Это Х равняется 2 или минус 1. Я, на всякий случай, объясню, почему. Потому что вот это уравнение можно записать в таком виде. Х минус 2 умножить на Х плюс 1, равняется 0. Вот здесь расстроить сок, убедите, что это оно и есть. А у него, естественно, два решения. Двойка и минус единицы. Минус единицы не бывает, потому что Саташе ему защитить. Положите за это. Значит, ответ в бойках. Ура! Я пишу, что Сигма это 2С. Соответственно, здесь 3С, здесь 3С и здесь тоже самое 3С. Ну, господа, как видите, здесь пришлось решать уравнение. Наверняка, может, было, конечно, с площадями попроще что-то сделать, да? Вот, но теперь вопрос. Получилось ли у нас как в предыдущем решении или нет? Да, получилось. Смотрите, что такое отношение С, А, Штрих, Б, А, Штрих? Это отношение вот этих площадей. Это как раз Сигма разделить на С. А мы выяснили, что Сигма разделить на С это 2. А что такое отношение отрезков А, Б и Б, А, Штрих? Смотрите, где у нас там П? П у нас было вот здесь. Это отношение вот этих площадей. 3С и С. Такси, следующее, там уже написано букву П. Это просто отношение С плюс Сигма к С. Сигма это 2С, поэтому это будет то самое число. Все, вторым способом задачу решено. Как видите, способ площадей более длинный. На самом деле, практически всегда более длинный. Это понятно. Почему? Потому что он такой универсальный. Мы просто подряд считаем все площади, не глядя на то, что нам интересно, что неинтересно. Мы просто пишем все подряд в надежде, что потом разберемся. Помните, в каком-то из деятелей церкви такую фразу приписывают, не помню какого, кому, из средневекового каком-то деятелей церкви. Его спросили, что мы сейчас всех подряд в каком-то городе убьем, а вдруг среди них были не только грешники, но и праведники. Он сказал, ну и хорошо, Господь на небе сам разберется. Правильно, да? Ну, здесь менее жестоко, но смысл простой. Посчитать все площади, и все получится. А вот третий способ, на самом деле, и быстрее, чем в параллельной проекции, и быстрее, тем более быстрее, чем в площади. Вперед, давай. Другой леммой сначала покажи. Какую? 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 Скажи, а лемма – это самое теорема? Нет. Лемма – это теорема, которая используется при доказательстве других теорем. Аксиона? Аксиома – это какое-то утверждение, которое в этой науке мы принимаем без доказательства. То есть… А вы правда не знаете, что аксиома? 2 плюс 2 равно 4. Нет, 2 плюс 2 равно 4, вот вы считали. А? А антрисов, но и лето на прямой? Ну, например, да, вот одна из любимых аксиом геометрии. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести единственную прямую на плоскости, которая эту прямую не пересекает. А Лобачевский не обратно доказал? Нет, он ничего не доказал. Во-первых, потому что в 19 веке была придумана система геометрии, в которой сумма углов треугольника меньше 180 градусов. Я даже могу сейчас вам рассказать эту самую систему, и вы увидите, что в ней нет ничего, так сказать, странного, ничего сверхъестественного. Ну, давайте сначала все это решаем это, и потом поговорим. Да, прошу. Лев, надо сказать, что такое равенство вверх. Да. Площадь треугольника – это половина произведения высоты на сторону. Давай-давай, проводи эту высоту из точки D. Да. Ну и каждую из площадей запиши. Площадь А, Б, Д – это что? А, Б, Д – это отрезок А, Б, умноженный на Д, А, и еще на двух телах. Да. Ну, не отрезок, а длину, естественно. Дальше, площадь треугольника – это одна, вторая, умноженная на длину отрезка ВЦ и умноженная на ту же самую струк. На ту же самую Д, А, да. Когда я разделю площадь А, Б, Д на площадь треугольника ВЦ, одна, вторая, скатится, и высоты тоже скатятся. Ну да, все, доказал. Останется отрезок. Да, да, да. А, структура, 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 разделенная на одно отрезок ВЦ. Отлично. Теперь про грузики. Теперь давай грузики вешай. Грузики. Первое. Есть некое подтверждение. Если у вас есть система грузок, то, как бы вы не считали центр масс, вы получите один и тот же ответ. Есть такое понятие – центр тяжести. Вот, к сожалению, строгое определение мы сейчас не будем давать. Что называется, кому интересно, посмотрите. Потому что лучше всего давать определение центра тяжести, если уже знаешь, что такое вектор. Ну, так говоря, сформулировать его легко. Если у вас есть система материальных точек, ну, и, скажем, система координат на плоскости, то, чтобы найти абсциссу центра тяжести, надо сделать так. Надо у каждой из имеющихся материальных точек ее массу умножить на ее абсциссу. Все это сложить и разделить на сумму масс. И то же самое – ордината. Получается так, нужно у каждой материальной точки ее массу умножить на ее ординату и разделить все это на сумму масс. Вот. Почему это так, не хочется обсуждать, но важно, что это есть, и в нужное время вы все это выучите. Да. Смотрите, у вас есть укресок АС. На нем есть точка Бшки. Она делает выву полагу. Повесим сюда грузик масса единицы, и сюда будет масса единицы. Их центр тяжести находится в точке Бшки. Да. Поэтому он не считает, что это масса, то же самое, что здесь положить грузик массы 2. Да, совершенно верно. Поскольку Бшки П равно БТ, вот в точке Б должны быть одинаковые массы. Чтобы центр тяжести попал в точку П. Поэтому в точке Б масса 2. То есть мы туда поместим массу 2. Да. Теперь, когда у вас есть точка АС, она делает отрезок БАС. Она делает отрезок БС в отношении 1 к 2. По закону рычага архимента. Да, конечно. Поэтому здесь единица, здесь двойка. Ну не единица, а какой-то там отрезок длины Х. Х и 2Х, скажем так. Какая-то длина, а здесь в 2 раза больше. Да. Теперь, объединив массу точек БС, мы получим в точке АС массу 3. Поэтому точка БД – это отрезок АА4. Ну как? В отношении 3 к 1, да. 3YY. 3YY. Вот, держу на ответ. Да, да, спасибо. Отлично. Давайте я все-таки два слова скажу по поводу вот этой вашей фразы. Албачевский доказал, потому что бывает больше, чем 1 прямая. Здесь очень важно понимать, что идея нефлидовой геометрии абсолютно не была выучена из головы. А если вас интересуют некоторые вопросы геометрии, я сейчас даже не знаю, какие имя, то в таком случае вы сразу получаете необходимость той самой нефлидовой геометрии. Идея такая – представьте себе, что у вас есть круг, и вас интересуют такие вещи. Вас интересуют хорни этого круга. Не всевозможные прямые на плоскости, а хорни. Как вы считаете, когда я беру здесь тучу, Много ли я могу провести хорди, не пересекающих эры? Вообще-то много. Как это? Через эту точку? Вот одна уже проведена. А вообще-то есть такая. А вообще-то есть такая. А вот есть такая интересная хорда. Она крайняя. Вот если ты еще проведешь, то ее пересечешь. А вот она крайне в этом направлении. Не есть такая хорда. Она крайне в этом направлении. Понимаете, да? А вот все, что между ними, они пересекают. Господа, а это ведь не какая-то такая безумная конструкция. Это естественная конструкция. У вас есть круг, и в нем круг. Оказывается, что есть так называемые проективные преобразования. Они обладают по следующим свойствам. Они переводят в эту картину, то есть саму себя, может быть, как-то убегая в ее точке. И при этом что-то делают там внутри. И оказывается, их имеет смысл изучать. Если вот это у вас не очень удобно, другой пример, это другая модель геометрии, представьте себе, что вас интересуют только точки перпендикулярной коскости. А в качестве линий у вас вот такие вот перпендикулярные ручьи и всевозможные окружности с диаметром на этой прямой. Оказывается, эту конструкцию тоже имеет смысл изучать. И у нее тоже много свойств. И в некотором смысле оказывается вот эта конструкция такая же, как и эта. На первом смысле совершенно разная вещь, а оказывается такая же. Александр Силович, там же были диаметры и круги перпендикулярные. У нас есть верхняя плоскость. То есть на координатной плоскости то, что задается нерази, и ты больше гуляет. Я имею в виду в круге. Там были ведь... А, это разные модели круга. Есть модель, в которой прямыми являются армиональные окружности. И диаметры. Это не то, что получат реверсии вот из этой. А есть другая модель. Где прямые, это действительно вот эти вот ходы. Это проективно. Если вы посмотрите на сайте, на Московского центра образования, лссми.ру, расписание занятий первого курса независимого университета этого года, то вы обнаружите, что вот сейчас начинается там для первого курса независимого университета курс геометрии, который ведет Юрий Михайлович Бурман и где подробнейший образ, вот эту самую нефлидовую геометрию рассказывает. История такая, это тоже геометрия. Там тоже есть глины, там тоже есть углы и так далее. Просто там другие формулы и, ну, так сказать, решаются другие задачи. В некотором здесь можно так сказать. Вот эта вот нефлидовая геометрия, это во многом геометрия, связанная с инверсией. А что-то инверсия, это, ну, строя в университете, когда будете заниматься этими окружностями, а то во время решения задачи про окружности, инверсия у вас обязательно возникнет. Не только инверсия, конечно, там еще много интересного. Формула там такая. Если у вас есть центр окружности и точка, вы проводите лучик сначала в центре окружности, через эту самую точку. И образ должен належать на том же луче. И вот если есть точка А, и образ точка А-штрих, то расстояние от центра окружности до точки А, умножить на расстояние от центра окружности до точки А-штрих, это должен быть квадрат-ракус. R квадрат делить на ОА. Вот такое расстояние до точки А-штрих. Почему это интересно, но это задача решать, и постепенно это само собой будет возникать.